Дом буквально разрушается, жалуются жители. Покосившиеся полы и трещины в стенах здесь уже много лет. Здание признано аварийным, но расселять его не торопятся, как и ремонтировать. Полы под 45 градусов. Вот так все наклонные. Если положу что-нибудь, все вот так вот катится. Это между батареями дыры. Боимся, порвется еще отопление. Отопление, потому что дом расходится, и здесь уже дыра. Вот можете здесь сейчас увидеть. Дыра такая, трубы порвутся, нас затопит здесь. По словам жителей, их обещают расселить до 2025 года. А пока приходится выживать. Заделывают трещины и наводят порядок своими силами. Ведь управляющая компания совсем не занимается домом. В администрации нашего Кубышского района в управляющую компанию обращались. Нам отказывают. Говорят, что дом ветхоаварийный, подлежащий сносу. Никакие работы они здесь проводить не будут. По детской площадке обращались, что ребенку здесь гулять негде. В детской площадке нам тоже отказали. Удобства в этом доме не были предусмотрены изначально, но во дворе были душ с туалетом. Теперь их разрушили, потому что у придомовой территории появился собственник, который решил демонтировать все пристройки. Департамент градостроительства отдал нашу придомовую территорию соседям. Сейчас они занимаются вывозом мусора, сломали наши личные сараи. Находилась наша помывочная летний душ и площадка для прогулки ребенка. Сам процесс демонтажа также доставляет немало хлопот жителям и усложняет и без того непростой быт. Если демонтаж проводят, как-то последовательно загородить вот эту территорию, которая им положена, и у себя делайте, пожалуйста. Они же делают здесь. Вот это все к нам в окна. Мы открыть не можем. Здесь дети, маленький ребенок спит. У нас тоже внуки приходят здесь тоже. Мы не можем вообще здесь находиться. Люди негодуют, что никто не может им помочь. Мало того, что дом давно рассыпается, теперь еще и двор превратился в свалку. У меня на нервной почве разболелся желудок. Мы постоянно плачем, потому что нигде мы не можем найти правды, не можем найти справедливости. Люди не понимают, как им жить в таких условиях еще несколько лет. Поэтому просят ответственные организации не оставаться в стороне и помочь в решении проблемы. Никита Галочкин, Дмитрий Лукин, СТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова